В 62-м Салли наконец узнала то, о чём давно шепталась Сарика. У Талли есть любовница. И вдвойне было обидно, что роман на стороне у мужа начался в то время, когда они ждали ребёнка. Таль вновь играл против правил. Соперница оказалась фигурой малозначимой и вскоре исчезла из их жизни. Но место любовницы шахматного короля пустовало недолго. Сначала Таль завёл роман с известной пианисткой, потом с Алисской ансамбля «Берёзка». Странное у него было отношение к семье. Он обожал сына. Он восхищался Салли и называл её «Моя королева», но при этом упрямо искал приключений на стороне. Его любовь к Салли не имела никакого отношения к его роману. Таль считал, что мимолётные увлечения не могут разрушить семью. Но наступил момент, когда у его королевы Салли появилась серьёзная соперница и претендентка на королевский престол. Тогдашняя звезда кино – Лариса Соболевская. Партия Талли с Ларисой длилась несколько лет. Дело дошло до того, что Соболевская стала открыто называть себя женой Талли. Салли терпела достаточно долго. Но роман Талли с Соболевской, видимо, переполнил чашу её терпения. И Салли отомстила. Она тоже завела интрижку на стороне с одним высокопоставленным чиновником Латвии. Да, появился у меня мужчина. Странно он появился, вы знаете. Я пришла к Мише в больницу. И он пришёл с Мишей поиграть в шахту. А потом, когда я сказала, ну, Мишенька, я пойду домой, потому что надо Герочку уже кормить. Министр мне предложил, давайте я вас подвезу. Я говорю, да нет, тут до нашего дома 10 шагов. Я говорю, очень близко. Он говорит, ну, у меня машина внизу, давайте всё-таки я вас провожу. Подвезу на машине. Я говорю, ну, хорошо. И я увидела тогда Мишин взгляд. В тот вечер министр подвёз её домой на свои персоналки. Вскоре их отношения из разряда невинных перешли в серьёзные. Когда Таля узнал, что у Салли есть министр, у него было такое лицо, будто он в игре зевнул фигуру. В начале 64-го года, накануне очередного турнира, Таля вызвали в ЦК КПСС. Вы всемирно известный человек. Но вы живёте в Советском Союзе, стал быть, вы советский человек. У вас есть жена, ребёнок, а все вокруг, в том числе и на Западе, судачат о том, что у вас есть и любовница. Вы уж как-нибудь разберетесь? Или продолжайте жить с вашей женой и забудьте любовницу, или разведитесь с женой и узаконьте свои отношения с любовницей? Таль не хотел разводиться и ответил достаточно резко, что это его личное дело. Реакция последовала незамедлительно. Талю запретили выезжать из страны. Он вернулся в Ригу в полном смятении. Предстоял выезд на международный турнир, которого он с нетерпением ждал. Как вспоминала потом Салли, она никогда не видела Мишу таким растерянным. Салли решила спасти ситуацию и сама подала на развод. Странный это был развод. Таль договорился с судьей, и с Салли отправилась в суд одна. Женщина-судья задала один единственный вопрос. Какую фамилию хотите оставить? Таль или Ландау? Ландау, ответила Салли. Таль, вернувший доверие партии, уехал защищать честь стран. В 69-м Таль приехал в Грузию на турнир по Блицу. Играл, как всегда, блестяще. А сразу же после турнира лег на сложнейшую операцию. Ему удалили почку. Никто не верил, что он выкарабкается. В журнале «Шахматы» предусмотрительно набрали текст некролога. Но Таль вышел. Через месяц после операции Таль выиграл очередной турнир. В одной из партий он пожертвовал Ферзя и заметил при этом, не правда ли, неплохо для покойничка. Свою выписку из больницы Таль отмечал в ресторане. Хирург, оперировавший Таля, застал его там случайно. На столе чудом выжившего пациента стояли сплошь запрещенные докторами продукты и напитки. По списку. Там же, в Грузии, Таль сыграл еще одну блиц-партию. Ее звали Ира. Через несколько дней после встречи они поженились. У нее была жизненная трагедия. Ее оставил мужчина, который должен был на ней жениться. Видный грузинский мужчина. Известный в Грузии человек, борец, спортсмен. Это был такой позор, такая боль для нее. Невеста сбежала от Таля на третий день после свадьбы. По одной версии, Таль сам предложил девушке сыграть этот шахматный тюд со свадьбой, ревностью и побегом. По другой, грузинская княжна просто использовала Таля для того, чтобы ее возлюбленный, горячий грузинский джигит, понял, какое сокровище он потерял. И так это и было. Девочка победила. А Миша получил шах и мат. Но может быть была еще и третья версия. Талю просто хотелось семьи и покоя. Он никак не мог прийти в себя после потери Сали. После грузинского блица Талю ехал на родину. Но принципиальные латвийские власти запретили ему принимать участие в чемпионате СССР, который проходил тогда в Риге, обвинив в измене. Не нужен нам такой гений, который готов променять Латвию на Грузию. И отобрали дачу, чтобы не повадно было. Единственное, что ему разрешили, это выступать в роли комментатора. Таль согласился. Машинистку, который Таль диктовал отчеты после туров, звали Геля. Через два года она станет женой Таля. А в 75-м родит ему дочь, Жанну. Мама Таля, Ида Григорьевна, не приняла Гелю. Она считала, что единственная женщина, достойная ее сына, это Салли. А Талю было достаточно и вполне обычной жены. Он не умел заботиться о себе сам. Она создавала вокруг него то поле, в котором Миша было уютно. Она готовила ему еду. Она решала за него массу бытовых проблем, о которых она даже неприлично говорит. Например, заставляла чистить зубы, заставляла мыть руки. Я могу сказать совершенно откровенно, как бы я к Гелю не относилась, и как бы она ко мне не относилась, Я была спокойна только тогда, когда я знала, что он с ней. Видимо, тогда, решив, что ее турнир с Талем окончательно завершен, Салли уезжает в Германию и забирает с собой 18-летнего сына. Таль, скрепя сердце, подписал им разрешение на выезд. Он был уверен, что Салли и Герри там будет лучше. Но все оказалось не так безоблачно, как хотелось бы. Особенно тяжело было Гере, который не смог продолжать учебу. И тогда Таль совершил невозможное. Он добился возвращения Геры в страну. Салли осталась в Германии одна. Таль по-прежнему, как все годы их жизни, часто звонил ей и пел в телефонную трубку. Я сказал тебе не все слова. У него глаза загорались, когда он говорил с Саськой по телефону. Или из любого дома. У него загорались глаза. Это же видно, отбывает ли человек или мужчина обязательный номер. Или это искренняя и произвольная программа. И однажды произошло необычное. Это был 81-й год. Миша попросил Салли приехать к нему на турнир в Малагу. В голос его были такие интонации, что она сорвалась и полетела к нему. Тогда на несколько дней все вернулось. Они вновь стали семьей. Она стирала его любимую рубашку. Он уходил в ней на игру и побеждал. Он занял первое место и сказал ей то, что она отчаянно хотела услышать когда-то. Я был чемпионом только с тобой. Ты всегда приносила мне счастье. Тогда казалось, что судьба дарит шанс начать все сначала. Но это было уже невозможно. Они жили в разных странах. И потом в Риге у него уже была семья. Он знал семь языков и мог уехать жить в любую страну. Но Таль никогда не хотел уезжать. Для него главной была игра. В 88-м Таль становится первым чемпионом мира по блицу. Обойдя при этом и Анатолия Карпова, и Гарри Каспарова. Таль вновь подтвердил, что он лучший среди сильнейших шахматистов мира. Его давно уже интересует только игра. В жизни же все по-другому. Где-то в глубине души он уже осознает, что на Земле будет гостем недолгим. И поэтому на лекарства и режим просто машет рукой. Жизнь против правил была единственной возможной для него формой существования. Он ест, что хочет, пьет, сколько хочет. Выкуривает по пять пачек своего любимого Кента. Ночами напролет режется в покер или играет в свои любимые шахматы. Уставший от такой жизни Геля уезжает с дочерью Жанной в Германию. Благо там в своем доме проживает поклонник Таля, который давно приглашает всю семью у него отдохнуть. И предлог нашелся. Жанночку надо оздоровить. Таль недолго оставался один. В его жизни появилась Марина. Его последняя любовь. Его последняя жена. Впрочем, официально они так никогда и не расписались. Я не считала Гелю своей соперницей. Реально я понимала, что Миша не может обойтись одной женщине. Ему, понимаете, переезды. Кто-то должен был стирать, кто-то гладить. За Мишей нужно было ухаживать. Салли как-то спросила у Таля, что он нашел в Марине. «Саська, ты же знаешь, что больше всего в женщинах я люблю доброту. Она очень и очень добрая». Марине досталось не самое лучшее время. Больница, турниры и снова больница. В мае 92-го Таля играл в Барселоне. Внезапно ему стало очень плохо. Его перевезли в Москву и поместили в 15-ю больницу. В конце мая 92-го года главврач переходил из палаты в палату и никак не мог придумать, как подбодрить лежащую здесь знаменитость. Состояние известного на весь мир шахматиста было таково, что каждый день мог стать для него последним. Врач вошел в палату и не поверил своим глазам. Постель умирающего грасмейстера оказалась пуста. Дежурная сестра сообщила, что несколько минут назад больной ушел из больницы. Таль спешил на турнир. Таль играл последний блиц-турнир в Москве. Там было 8 человек, мы играли в два круга. И турнир я выиграл, но проиграл в нем одну партию Талю. Таль пожертвовал Фимуру, некорректно пожертвовал. Но я отбил атаку и просрочил время. Потому что он не сумел в 5 минут справиться с проблемами, которые ставил Таль. Вот это, наверное, тоже какая-то такая высшая, что ли, истина шахматная. То есть вот буквально совсем вот уже в последней войне Таль все равно был в состоянии играть в те шахматы, которые принесли ему вот ту бессмертную славу. Агент знакомый поздоровался с Талем. Таль ответил спасибо. За что спасибо удивился знакомый? За то, что узнали. Ему было тогда всего 55 лет. Талю стало плохо около 10 вечера. Я сразу позвонила в реанимацию. Пришли одни врачи, потом пришли другие врачи. Здесь я увидела, как уходит жизнь. Когда стеклянеют глаза. Врачи сузились, и это очень страшно. Михаил Нехемевич Таль ушел из жизни 28 июня 92 года. Таля похоронили в Риге. На похоронах звучала музыка любимого им Рахманинова. В могилу бросали не коми и земли, а шахматные фигуры. Миша как-то сказал Саве. Ну что ты ссоришься со мной? Мы все равно будем вместе. И памятник на могилу мне поставишь ты. Так оно и вышло. Партия закончилась. Кто выиграл, кто проиграл. Я каждую ночь думаю об этом и думаю, Салька, ну может быть, все-таки ты виновата. А может быть, ты должна была все-таки бросить свой театр. Ну и сидела бы себе у своего пианино, играла бы и пела. Он продолжает жить со мной. А я жду до сих пор его звонка. Это правда. Сказал. КОНЕЦ Продолжение следует...